Всем доброго, с вами Караваду, сегодня посмотрим на игру флэшбэк, это ремейк старого сейховского флэшбэка, который уже в 2003 году. И знаете, я не особо ему радовался, по той простой причине, что для меня в флэшбэке 2003 года не был в том, да, он тем более, в том даже более того. Для меня и для, так сказать, остальных дворовых ребят это была отстойная игра, совершенно отстойная игра, никто не хотел разбираться. И помню, кто-то мне ее всучил за, не помню, по-моему, Urban Strike отдал картридж чуваку, вот, и пошла эта игра как, не знаю, просто как отстой, которая сдавалась тем, кто в нее не играл, скажем. В Contra играли все, все ее знали, если там продаешь Contra, о, я же играл, знаю там, в Golden Axe ее тоже знаю, а флэшбэк никто не знал, поэтому я отдавал картридж, говорил, блин, классная игра, там, классные ролики в начале. Кстати, вот ролики мне действительно нравились, я всегда просматривал их, хоть я и редко запускал эту игру, а я неоднократно пытался понять эту игру, пройти первый уровень, не пользоваться кодами, чтобы посмотреть просто, просто посмотреть побеги по другим уровням. Вот ролики мне всегда нравились в этой игре, но я не вдохновился этой игрой и, как бы, не собирался скачать ремейк, думаю, ну, будет то же самое, не хотел скачать, но потом все-таки решил и думал, надо ознакомиться все-таки еще раз с оригинальным флэшбэком, думал скачать ромчик, запустить на эмулятор, но оказалось, он есть здесь. В игре есть флэшбэк оригинальный, и это реально наказание, давайте запустим, смотрите на это. Ну, говно же, скажите, я, я, сейчас я не говорю про игру, я говорю про реализацию. Почему я должен играть вот на таком маленьком экранчике, объясните мне? Почему нельзя нормально сделать, даже на каком-то эмуляторе я могу просто растянуть игру и играть на весь экран? Здесь же я играю в долбанном маленьком экранчике. Знаете, даже в Doom BFG Edition такого не было, то есть там был доступен первый Doom, второй Doom, но мы не играли, скажем, там, Труппер не подходил к вот такому аркадному автомату, да? И не играл на маленьком экранчике в первый Doom. Вот это вот, мне лично это непонятно. Но я поиграл в оригинальный флэшбэк, вот на таком маленьком экранчике, тоже не поразился. Я думал, блин, ну какая-то фигня, мне не очень-то не нравилось, не понравилось, я все равно не понял, не прошел даже перелуры. Хотя я помню, я помню даже, был код, а не код, а такая фигня, можно было проходить сквозь стену насильно, сейчас, наверное, не получится, потому что я даже не помню, как бегать. Так, фиксим, давайте, о, еще есть сохранение, мы можем сохраниться, очень круто, читерская штука, то есть мы играем на аркадном автомате, да, как бы они сделали, то есть зачем сделать, делать эту фигню сохранение, загрузка, есть же коды, введи чувак код, играй, и, да мы вообще можем любой уровень выбрать, любой уровень сложности, поэтому нам вообще как-то пофигу. Так, как вернуться обратно, секундочку, нет, а, вернулся, окей, давайте посмотрим на оригинал, и несмотря на, кстати, на то, что он мне не понравился ремейк, блин, я прошел первую уровень ремейка, что вообще, это редкость, я не ожидал, что я пройду до конца, вот я, ну, я, козда, пятого уровня, нет, пятого уровня-то у меня, все, кажется, есть небольшая АПГ-система, где можем прокачиваться. Что мне не понравилось, вот, пока я проходил уровень, во-первых, я недолюблю движок Unreal Engine 3, мне он не нравится, реально, он отдает какой-то пластмассы, и мне не нравится игр, которые выходят на него, как бы мне хотелось верить, то, что мы футболом, это классно, но движок отстой, реально движок отстой. Второе, что мне понравилось, это физика, вот я сейчас, наверное, смогу показать, а может, смогу, Вадим, тольное испытание, физика, вроде 2D-шная игра, не надо тратить особых усилий, чтобы сделать меняемую физику, оказывается, надо, да, нужна здесь нормальная физика, потому что, блин, физика взаимодействие, скажем, с другим пассажем, это просто какая-то фигня, когда я убиваю какой-то чувака, я потом могу пинать его труп как угодно, то есть я бегаю, эта трупа отпрыгивает от меня, словно он, я не знаю, манекен, который наполнили просто шариками какими-то. Так, РТ. Затем схватить его? Давай, брат, сейчас схвачу. Вот, смотрите, что здесь творится. Иногда, блин, совершенно причудливая штука с ним происходит, ну, хотелось. Вот, также мне не понравилось прицеливание, прицеливание с пистолетом, секундочку, я не знал, что я здесь могу, наверное, залезть, этим мне это не надо. Управление. Целимся мы стикерами, триггерами, как угодно их называйте, то есть вот эти вот штуки на Xbox, помимо кристалин, которые мы управляем, целиться ими не очень удобно, реально, я, блин, долго привыкал, я понимаю, что можно привыкнуть ко всему, абсолютно ко всему, даже, скажем, четвертая часть «Рабите зла» я проходил ее на клавиатуре и вообще не жаловался. Но здесь это как-то, как-то стрёмно, я не могу иногда прицелиться нормально, а в первом уровне вам нужно целиться, потому что в первом уровне в жилых летают такие маленькие дроиды, кстати. Вот они, наверное. Давайте зайдем. Наглядно вам покажу все это дело. Вот эти две вещи, физика и, значит, управление мне не понравилось. Так, уберите. Так, в принципе, украшусь, что я втущу. Неважно. Так, еще одна вещь, забыл, как прыгать, ребята. А вот. Окей. А это больно. Ха-ха-ха, черт, лопейка. Окей, мы пройдем, пройдем еще раз. Давно уже не играл, хотел убилить, так сказать, обзорчик давным-давно, когда я еще проходил, как что-то меня сподвигнул, и я прям сел и... Неудобно поворачивать, ребята, поворачивая полукругом этот триггер. Очень удобно, хотя в лекаре так и не попробовал поиграть. Не обращать на это внимание, в легкости этим владеть, но, блин, мне сложновато с этим. Очень сложновато. Далее, в принципе, больше у меня нареканий нет, потому что, как я жил, говорил, не вдохновился, скажем, оригиналом. То есть, если я могу, скажем, упрекать, Тир Дагстейлз в чем-то, там, мне очень нравился оригинал, то здесь я абсолютно бессилен. Полностью бессилен. Не знаю, что сказать еще в адрес этой игры, в принципе. В целом, если расценивать три ремейка, которые вышли, скажем, ремейк на Микки Маус, на Токтейлз и, особенно говоря, флэшбэк, я бы поставил флэшбэк на втором месте. Так, Стейлз будет на последнем, и на первом, конечно, Микки Маус. В целом, в целом, я не знаю, мне кажется, те, кто вдохновлялся оригиналом, оригиналом, мне кажется, игра придется по вкусу. Я же, после того, как я выключил эту игру, играть мне по-новому в нее просто уже не хочется. Не знаю почему, хотя на первое время захватило. Захватило, если честно, довольно прикольный джунгль нарисованный. Если оценивать по пятибальной шкале, как просто эту игру, не смотреть на то, что это ремейк, в принципе, семи баллов она вполне заслуживает. Смотрится на семь баллов, как обычная платформер. Прикольный сделать. А что касается расценивать все-таки как ремейк, то есть есть порни, порни, порни. А это все хитовые. То, мне кажется, уже баллов на шесть она потянет, потому что чем-то тут уже таким старым, хардкорным не отдаёт. С вами был Краулер. До новых встреч.